ВИЧ-инфицированных людей в России Только зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей в России уже около миллиона. И лишь за эту неделю в Татарстане зафиксировано 32 случая заражения ВИЧ. Но почему люди с ВИЧ-положительным результатом в обществе зачастую воспринимаются в штыки? Но не только эти вопросы нас беспокоят, а также такие, например, кто в группе риска и как каждый из нас может помочь зараженным ВИЧ-инфекцией? В эфире программа «Твердый знак» и мы ее ведущие Роман Полицков и я, Виктория Новикова. У меня вот такой все равно есть вопрос. Вот если все-таки в компании предлагают, какие бы они ни были наркотики, есть такие, которые боятся быть белой вороной, потому что ты что, не такой, как ты, ты что, боишься? Вот какой совет вы можете дать тем людям, которые попадают в такие компании, и как их можно оградить того, чтобы не попробовать? Когда попадают в такие компании, ну я вообще-то рекомендую, конечно, уходить из этой компании. Что людей, то есть кроме вещества, больше ничего не связывает. Раз говорится о веществе, раз употребляется какое-то вещество, это на самом деле может быть не легкий наркотик, это может быть алкоголь. Потому что алкоголь тоже изменяет сознание, все мы это прекрасно знаем. И когда говорится о наркотиках, почему-то про алкоголь, то есть мало говорится. А от алкоголя-то еще больше бед. И в вопросах, в том числе заражения ВИЧ-инфекцией, то есть алкогольного опьянения, тоже очень много таких случаев. Это то, об этом нужно говорить. И, соответственно, нужно избегать этих компаний, нужно искать другие компании. На сегодняшний день так или иначе доступны различные спортивные объекты, различные секции, различные студии творческие. Это очень хорошо, что правительство об этом думает. В принципе, есть куда податься, есть куда пойти. Все-таки, я еще раз говорю, от родителей очень много зависит, чтобы они помогли и направили. Они, образно говоря, не оставили его на улице и решать там свои проблемы сам. Мы там зарабатываем деньги, тебя кормим, одеваем, что тебе еще нужно, образно говоря. Очень важно к ребенку относиться как к личности, уже с трех лет начиная, и видеть его уже, посмотреть на него, и понимать, и осознавать, вот он, мое чадо, и готовиться к ним. Танцующий, пожалуйста, давай вместе танцевать. И вместе с ребенком танцевать, это больше. Он хочет петь, вместе ходить, петь. То есть это настолько сближает. Вместе творить руками. Мы вот у нас в фонде делаем вот все эти возможности, потому что наши ВИЧ-позитивные дети в основном воспитываются бабушками. И, к сожалению, то есть не каждая бабушка, да, там, с ребенком. И они приводят, и они у нас вместе начинают делать эти куклы носочные, войлоком что-то. И это настолько сближает и бабушку, и ребенка. Это очень здорово. Это идеальный родитель, да, который вот и проверит, и все, и поговорит. Большая часть родителей приходит, что-то там приготовили, папа к телевизору на диван, мама на кухне там по хозяйству, ребенок сам по себе. С уроками подходит к маме на кухню. 25 ноября, далеко не будем ходить, 25 ноября, набережная Челны. Двое школьников попадают в реанимацию. Отравление острое, токсическое, неизвестным веществом. Когда их откачали, естественно, а школьники 12-13 лет. Стали спрашивать, что, откуда, как. Девочка знакомая дала что-то покурить. Вот вам, пожалуйста. Вот опять мы возвращаемся к тому, что на самом-то деле вот эта вся проблема, она была и там 15 лет назад. Это не сегодня образовалось. Вот, мы, у нас были ряд проектов, когда мы ходили по школам и разговаривали с родителями. Не с детьми, а с родителями. Так вот, родители как раз-таки вот так себя и вели, что нам это не интересно, мы вот, у нас все хорошо, все замечательно, нас это там не коснется. Мы разговаривали о профилактике ВИЧ-инфекции, безусловно. Мы разговаривали о профилактике правонарушений. Мы разговаривали о профилактике наркомании с родителями, не с детьми, с родителями. Самое главное, чтобы родители это понимали И вот то, что там не на диване Он сидел, телевизор смотрел Да, конечно, это проще и легче Или когда там ребенок, подросток Пойдем поиграем, выйдем на улицу Со мной соберем какой-то самолетик Не знаю, там все что угодно Конечно, ну особо-то не охота Устал, ну что можно говорить Но тем не менее, я еще раз говорю о том Что давайте не будем мешать два вот этих заболевания Мы же не мешаем, в принципе, мы их разграничиваем Просто, на самом деле Это всегда мешается То есть, ну, и вот о чем Говорила Светлана Почему это дискриминируется Почему люди, там, живучий свитч Там, то, что вы говорили Почему они открыто там не заявляют о своем статусе Так вот поэтому ты не заявляешь Что это все смешивается Если девушка начнет говорить Все будут думать, либо она, извините, проститутка Либо она наркоманка Это, это, давно уже все идет Идет, идет, эмусируется И мы тому подтверждение Я когда сюда пришла на эту передачу Первый вопрос, что я задала Почему ВИЧ и наркомания в одном? Я не понимаю, честно Потому что это как раз стереотип, понимаете? Мы тоже сделаем хорошее дело Если мы свои темы понимаем и разграничим эти темы Вот если бы мы их сразу разграничили Никто бы не понял, почему Вот правильно Все правильно Нет, это стереотипы Если уж так, из поклонников, как говорится, мы говорим И эти темы как-то вместе присутствуют Единственное, что хотелось бы сказать Все-таки нас будут смотреть студенты Будущие родители Все-таки, ребята Надо обращать внимание потом на своих детей Начать надо с себя, безусловно Начинать надо с себя И потом обращать внимание обязательно на своих детей Сейчас это запомните Когда станете родителями Обязательно это вспомните И не будьте такими диванными родителями Вот смотрите, вот такая ситуация То, что сейчас я скажу Вот то, что вся вот эта проблема Она решается только на волонтерстве Вот правительственная то, что вот эта программа Я полностью с вами согласен То, что не надо детям это забивать Но почему-то наше любимое министерство образования Всегда вставляет тут проблемы наркотиков Проблема ВИЧ Что надо сделать? Как донести до самого министерства образования Или до каких-нибудь таких людей Чтобы они решили этот вопрос Чтобы они разговаривали не с детьми Которые просто от школы не отбиты Зная, вот как сейчас молодежь себя ведет и прочее Как донести это лучше для родителей, а не для детей Потому что в основном, по-моему Воспитание ребенка зависит от того Как воспитали их родителей, а не как школа Школа только добивает его уже Доделывает Выражусь по-другому Его воспитание Что делать в данном случае? Вы знаете, образование это такая штука Очень-очень сложная И я вообще считаю, что Мне туда вообще лезть не нужно И вообще никому посторонне туда лезть не нужно Почему? Потому что очень много Было примеров, когда Приходили разные организации С разным толком С разными намерениями И различную информацию внесли Тем самым подросткам Пытались, продавливали какие-то вопросы В том числе и с коррупционными Какими-то вопросами Скандалами Поэтому в образование нужно лезть То есть нужно оставить покой образования Образование пускай действительно Образовывает детей Все То есть То, что касается родителей Начнем с того, что Необходимо все-таки больше Акцент делать на трудовые коллективы Да, то есть Ну, там кроме как Людей заставлять Или принуждать Или призывать Зарабатывать деньги Либо работать Вот, еще чтобы там То есть, ну, какие-то Вот, ну, раньше в Советском Союзе Марина Зелина стала врать Проходили какие-то Все равно Так называемые Профилактики Мероприятия Где проводились Какие-то лекции читались Да, то есть Ну, ушли То есть, ну, там Образовательные мероприятия Были вот именно Не только То есть, ну, у трудовых коллективов Но они больше были настроены На взрослую аудиторию Безусловно Так мы говорим Что необходимо работать Со взрослой аудиторией Что если, то есть Ну, образно говоря Там час, например Там какой-то лекции Да, то есть, ну, будет И человек не будет работать Я думаю, он больше То есть, ну, послушает Нежели он приходит Там в 6 часов вечера В 7 на родительское собрание Уставший Да, с там С заботами Как Марина Зелина сказала Покушать, сварить Там еще что-то Еще что-то Конечно, то есть Ну, не очень хочется слушать Вот Поэтому Министерство образования Нужно оставить в покое Им есть чем заниматься Вот Там очень много Сложностей и проблем Это тоже, конечно Безусловно Отдельная тема Да Но тем не менее То есть, ну, я считаю Что туда вообще Не нужно лезть Я бы хотела добавить По поводу Как раз работы вузов С молодежью Вот прозвучала ситуация Что вот молодому человеку Допустим Студенту предлагают Попробовать наркотик Вот здесь сразу Приходит Вот мне Первая Это программа Которую уже не первый год Реализовывает Моя организация По вузам Она пробирована В 20 странах И приносит Оказывает хорошие результаты Это программа Которая направлена На формирование Жизненных навыков И на здоровый образ жизни То есть Не навязчиво В виде тренингов В виде занятий Молодые люди Учатся Отстаивать свою позицию Учатся говорить Нет Они нацелены На развитие То есть Ставится цель То есть Ну, я не буду вдаваться Такие моменты Я скажу Что эта диалогия Очень проста Просто Вот займите Молодежь дел Когда он Реализовывается В хобби Когда он Реализовывается В работе Когда его поддерживают И ему научили Как правильно Строить семью Потому что С этим у нас К сожалению Проблема Вот Когда он В этом реализовывается Он наполнен Он гармоничен Но у него не будет Просто потребности Это попробовать И он умеет Сказать нет Вот Я хочу И его слушают И разговаривают С ним Это очень важно И уважают Как личность То есть Получается Нужно создавать Разрушенный Фактически Институт Семьи Немножечко Хотела просто Добавить По поводу Министерств Вообще Органов Образования Вы знаете На мой взгляд Все-таки Когда объявили Что Учреждения Образования Должны только Образовывать И не должны Воспитывать Это было Очень большое Упущение Очень большое Упущение В итоге У нас выходили Из стен школы Очень грамотные Там скажем Детки Но они были Никакие Они как раз И говорят Ребята Вот Всякие Нехорошие Привычки Они вот Совершенно Не нужны Таким хорошим Людям Как вы Поэтому Вот эти Упущения В работе Учреждения Образования Потом они Сразу Становятся Видны Когда человек Выходит За пределы Учебного Заведения Понимаете Это я могу Сказать уже Как человек С немалым Опытом Работа Ну вот Я сейчас Хочу обратиться К тем людям Которые Можно сказать Недавно Только вышли Из школьной Скамье Это наши Гости Которые сидят У нас в зале Ребята Первокурсники У вас есть Какие-нибудь Вопросы К нашим гостям Или Что-нибудь Рассказать Было у вас Там в школе Вот такое Или может Они все-таки Делали по правильному Предлагали Опять-таки Вам что-то У меня Во-первых Вопрос Почему-то Все у нас Связывается С семьей То что Вот семья Должна заниматься Этим воспитанием Вот я Допустим Я уехала Из семьи Получается Я вижу Со своими родителями Очень редко Ну вот Лично я бы Не затронула Такие вот Проблемы По телефону То есть Мне все равно Нужно увидеть Мама Мне с ней надо Поговорить Что делать В таких ситуациях На самом деле То есть Очень Хорошая Действительно Тема Согласен Мы говорим Уже больше Наверное Все-таки Не о том Что сейчас Вас Студентов Воспитывать Все-таки Вы уже Взрослая Личность И можете Как-то Сами Так скажем Себя контролировать И Координировать Да нет Уже могут Уже личности Уже взрослые Вот Я к чему Я к тому Что Как раз таки Вот если говорить Про образование То здесь необходимо Дополнительное образование Развивать Понимаете То есть Ну вот Какие-то кружки Да То есть Ну какие-то Дополнительные образования В том числе В том Да Внеучебное Свободное время Чтобы там На базе Были специалисты Психологи Доверенные люди Да То есть Ну педагоги Которые Своим личным примером Авторитетом Да То есть Ну могли бы защитить Показать пример Вот Вот это Ну необходимо Развивать государство Если говорить про государство Чтобы то есть Ну все-таки Можно было Ну доступно Вот такие вот Там Там Центры Доступного образования Да То есть Там для подростков Для молодежи То есть Ну как можно было Больше таких И при вузе Там И еще Там Не знаю Там При каких-то школах Технику Знаете Такая работа Она ведется И ведется Уже достаточно Много лет По вузам Вот я скажу На примере Своего вуза Вот КАИ Но это и в других Вузах тоже Практикуются То есть Очень Я прямо Вот восторженно Отношусь К работе Управлением Внеучебной работы То есть По воспитательной Знаете Просто Когда я пришла Знаете На них готова была Молиться Они И музыка И танцы Психологов Очень немало И тренинги Я вижу Как они просто За детей болеют То есть Вот произошел конфликт Да Ну Какой-то Да То есть Они просто Относятся Как к своим детям И очень активные Очень мне нравятся Волонтерские отряды Выезжают к инвалидам С концертами То есть В КАИ Студенческая жизнь Там и кружок Видеооператоров Фотостудии Танцевальные студии То есть На самом деле Настолько Вот Они заняты Альпинизм И все это Очень активно Поддерживается На мой взгляд Это мощнейшая Профилактика Могут прийти студенты Со своей проблемой И то есть И просто Вы знаете Вот чего только нет Вот Там все можно Практически найти Все что хочешь От музыки, вокала До альпинизма И вот То что О чем я говорила Идеология Просто Просто займите их На самом деле Делом В принципе В нашем университете Конечно же Точно так же Творческая деятельность Она бурлит И На собственном примере Куча всего Куда может прийти студент У меня все-таки Вопрос К Светлане Как Быть Детям Получив У которых Диагноз ВИЧ Как ему жить Оставшиеся Допустим Ребенку 10 лет Как ему Прожить Оставшиеся 60 Как создать Семью И с кем Самое главное Ты сейчас Сказал Оставшиеся 60 Будто Это все Он Облечен Ты хотел Прожить 61 Но нет Только 60 Представим Даже если Мы вас Сейчас услышали Ему 10 лет Еще плюс Оставшие 60 Это получается Примерно 70 лет Ну 70 лет Это хороший Срок жизни Такой Если так По честному Сейчас Это один из самых Высоких Могу сказать одно Что люди С ВИЧ-инфекцией Живут долго Счастливо Полноценно Если они Вовремя Принимают Антиретровирусное Лечение То есть Это лечение Которое необходимо Принимать Утром и вечером По показанию Врача Вот как назначили Как им жить Жить Как обычные люди Как обычные дети Так же заниматься Творчеством О чем мы сейчас Говорили И они в принципе Так и продолжают Единственное Что По поводу Стигмы Дискриминации Если такое Вдруг происходит Или произошло Там в медицинском Учреждении Или еще что-то Не бояться Говорить об этом Не бояться Говорить об этом С этим человеком С которым Это произошло И не бояться Говорить Что вы мне Не задаете Некорректный вопрос Или просто Там Общаться И иметь Вокруг людей Знакомых Друзей Которые Тоже поймут Или просто Ходить в центры К нам Либо в другие Кружки У нас есть дети Допустим Вот на примере Даже расскажу В прошлом году Одна девочка Она рассказала Своей близкой Подружке Это было все Так по секретам Все они сели Под столом Аккуратненько То есть там Как бы поделиться Секрет друг другу Это произошло Она рассказала Но в этот же день Подруга рассказала Своей маме И была такая Серьезная травма Девочкам Сказали Что вы теперь Не можете общаться Для них это было Такое горе Через какое-то время Мама немножко Получила Видимо Информацию Почитала Посмотрела Телевидение Еще что-то Она пригласила Эту вещь Позитивную девочку К себе в гости На день рождения Подруги И это здорово Они вновь Начали общаться Поэтому положительные Примеры есть Так же было со мной Когда в моем селе Узнав обо мне Сначала какое-то время От меня отзернулись Через какое-то время Они наоборот Стали подходить ко мне И задавать вопросы А расскажи А как так получилось Что у тебя дети здоровые У нас есть мальчик К которому сейчас Пятнадцать Ну как парень К которому сейчас Пятнадцать лет И он рассказал Своим друзьям Друзья очень хорошо Приняли его Наоборот поддерживают И хотят делать Профилактические занятия В школах Проводить Рассказывает У нас есть парень К которому шестнадцать лет У него девочка ВИЧ-отрицательный Он ВИЧ-позитивный И они целуются У них новые Ну отношения Такие серьезные И он говорит Что же делать Как же вот Сделать так Чтобы не инфицировать ее То есть он ответственно Подходит к этому И он говорит Я хочу сделать Все возможное Чтобы не инфицировать Свою девочку И это вот реально Просто такие ответы Когда Когда нужно создавать Такие условия Чтобы они могли прийти С родителями С бабушками Об этом не поговоришь А нужно прийти Создать такие условия Куда они могут прийти И где есть возможность Поговорить об этом Получить Такие условия И на сегодняшний день В Казани К счастью Это и есть Куда они могут прийти У нас в центр Функционирует Каждое воскресенье Для них специально Потому что Они у нас творческие люди И спорт И танцы И всякие студии И у них единственный выходной Это воскресенье Для того чтобы они занимались Но к сожалению Это только в Казани И нужно развивать Вот это Вот это направление По всей России И это очень важно И хочу сказать Здесь добавить Про аварийную ситуацию Никогда не забывать Об этом Очень много У нас пар Где один партнер ВИЧ позитивный А второй партнер ВИЧ отрицательный И очень важно понимать Что если вдруг Произошла аварийная ситуация Даже не только В этом случае А вдруг случайно Что-то Ну такое произошло Что укололись Там где-то Ну бывают всякие случаи Там Одной щеткой Одной покой Когда кровата училась Да Там очень минимальный риск Но нужно всегда помнить О том Что если вдруг Порвался презерватив Или что-то такое произошло И вы подозреваете Что ваш партнер ВИЧ позитивный Важно И я всем об этом говорю Важно просто Обратиться в спеццентр В первые 72 часа И предотвратить Риск инфицирования Этим реально пользуются Многие врачи Хирурги Или те же самые ВИЧ позитивные Мамы Когда ребенок Когда ВИЧ позитивная Женщина Рожает ребеночка Она получает профилактику И во время беременности И во время того Когда ребенок Проходя через Околоплодные воды Он может закладывать Эти воды С примесью крови Для того Чтобы не произошло Вот здесь инфицирование Ребенку назначают Тоже Сироп Этот препарат В виде сиропа И это происходит Первые 72 часа И нужно пропить лекарства В течение месяца И реально у меня Есть такие примеры Когда дискордантные пары Девушки Обращаются ко мне И назначают лечение И риск инфицирования Естественно снижается Просто К сожалению Об этом Очень мало Знает людей Об этом Нужно Информацию Это нужно распространять Сейчас мы ненадолго Прервемся После чего Продолжим нашу беседу Ну что ж друзья Мы снова в студии Сегодня мы обсуждаем Проблему ВИЧ Инфицированных В студии Как всегда мы Роман Полинсков Виктория Новикова Мы продолжаем Друзья И так Ребят Еще есть вопрос Можно Вопрос Светлане Я бы хотел Узнать Когда вы узнали О своей проблеме Наверняка Многие Уходят в затишье У них глубокие расстройства Как вы перебороли Свой страх И что вам помогло Стать более активной И радоваться жизни И получать Хорошие Позитивные Моменты Какие-то Ну я считаю Что это Качество личности Потому что Я в школе Была Культмассовым сектором Я устраивала Все мероприятия Плюс спортсменка Дзюдоистка Ну такая Первые места По легкой атлетике И мне было Это очень важно Потому что Дома Я не хотела Возвращаться домой Потому что Дома у меня Родители Были очень пьющие То есть Алкозависимые И я видела Допустим Такие ужасные ситуации Как папа бьет Маму И для меня Это было ужасно И мне было Мне очень хотелось Чтобы в мире В семье была гармония И поэтому Я себя находила В школе И знаете Я всю жизнь Стремилась к тому Чтобы все Все было Замечательно Чтобы мои Братья и сестры Их у нас Пятеро в семье Я старшая Чтобы они Не столкнулись С теми проблемами Мне было Их очень жалко Своих братишек Почему же у нас В семье Вот так И И вы знаете Когда я узнала О ВИЧ-инфекции Я подумала Господи Да столько Сколько же можно Я стремлюсь 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 К хорошему И тут Ты тебя еще Бах Вниз Я думаю Что это не просто так Ведь Господь Не дает испытаний Не по силам Он Это делает Не просто так Видимо Так оно должно быть Ведь я в детстве Еще начала писать книгу О том Как вообще Выжить В семье Алкоголиков И я выжила И На самом деле Ведь это очень сложно И когда узнав О ВИЧ-инфекции Я сначала Просто начала уходить То что Я начала говорить Мама Ну сколько осталось Столько я проживу Что мне помогло Мне помогли ребята ВИЧ-позитивные ребята Которые для меня Были авторитетными За которыми я шла Я познакомилась С парнем Который Из Перми Который ходит В школы И рассказывает Молодым девочкам Что надо пользоваться Презервативами Для меня Как Ты не боишься Об этом рассказывать И для меня Это было такое Как это можно И тебя что Не закидывают Яблоками Или помидорами Оказывается Нет Я поняла Что нужно Рассказывать Молодым девочкам Девушкам Будущим О том Что такое Презервативы И как вообще Ими пользоваться Потому что Если бы я На тот момент Возможно пользовалась Со мной бы Не произошло Такого случая И Наверное Вот эти все Обстоятельства Жизненные вещи Они помогли Мне выстоять Я знаете Осознала Что я Я личность И я должна Идти вперед Развиваться И показывать Своим жизненным Примером Что вот Жизнь продолжается Нельзя отчаиваться Господь ведь Нас для чего-то Привел в этот мир И мы должны Идти вперед И радовать Радовать друг друга Окружающих Своим Улыбаться И жить просто По жизни Потому что Не знаешь Что в жизни ждет Все люди умирают Все люди умирают И мы не знаем Каждый из нас Не знает Когда это произойдет И когда-то Это произойдет Просто нужно Понимать И осознанно К этому относиться И жить И сделать Все возможное Чтобы оставить Возможно Какой-то след В этом мире Главное Ценить жизнь Есть еще И не терять И не терять Да Пожалуйста Еще один Я хочу Привести пример Из своей жизни Когда я в школе училась Ко мне подходит Моя заведующая По воспитательной части И говорит Я хочу поговорить С вашим классом О спиде Но я не знаю Как это сделать Я была в шоке Но как Взрослый человек Она Она просит у меня Объяснить Как можно Донести До молодежи Вот об этом Но я Не понимаю А как Все-таки Реально нужно же Взрослым Как-то наверное Объяснять Все-таки Ну как бы Преподаватель Учитель Он должен Наверное Обладать какой-то информацией Может как-то Проводить с ними Какие-то беседы Чтобы они не стеснялись Разговаривать Со школьниками Об этом Как вы думаете Я совершенно С этим согласна Потому что Очень многие родители Обращаются ко мне С темой Как поговорить С ребенком Вообще Об отношениях Сексуальных Или прочих Ну то есть Как это Вот приходит время Даже вот маленький Откуда Берутся дети Ну то есть Вот уже вопрос И многие родители К сожалению К сожалению Глубочайшим Не знают И не умеют Разговаривать Либо стыдно Ну то есть Они не знают Как это делать А с другой стороны Если посмотреть Глубокое прошлое В России же секса нет Ну в принципе Ну то есть Об этом было запретно Разговаривать Естественно Те родители Которые сейчас Они вот родители Они научились Потому что Ну этого же нет Об этом же Стыдно разговаривать Я когда на сегодняшний день Молодым ребятам Рассказываю Показываю Как пользоваться Презервативами Реально Как это Как это вообще Пощупать Потрогать Вот реально И И это не стыдно Это не должно Быть стыдно И об этом Должно Рассказываться И это так Я считаю Что это так Мы в первую очередь Должны говорить О верности И воздержании И потом Если вдруг Отношение происходит Ну приведу Небольшой пример Просто К сожалению Так произошло Не так давно Вечинфицированная Маленькая Ну девочка 18-17 лет Которая с рождения Была Вечинфицированная Она Так получилось Что она инфицировала Своего партнера И такие случаи происходят Просто потому что Молодые люди Они не задумываются Хотя все осознанно Они понимали Осознавали все Такие вещи происходят А как отреагировал Этот парень? Он все знал об этом Он готов был к этому Это любовь Еще вот Можешь на вопрос Здравствуйте Меня зовут Лейла Суденты находятся Ну молодежь Находятся Да В зоне риска И с чем сталкиваются Вечинфицированные Когда они узнают И при устройстве на работу Это же тоже вызывает Очень много проблем При устройстве на работу Не обязательно рассказывать Что у вас есть Вечинфекция В медицинской книжке Это не спрашивается Если это спрашивается То только в определенных местах Ну то есть Это не так Это не обязательно И не нужно И вообще Ваше право Об этом не говорить Ну то есть На устройстве на работу Чтобы у вас не возникло Лишних там Ситуаций По-моему на книжках Медицинских На РВ Да На ВИЧ Не обязательно Не обязательно Это ваше право Хотите вы или не хотите Ну зачем Например при приеме В государственное учреждение Там обязательно Все это сдают Не обязательно На самом деле То есть Есть перечень Есть перечень профессий Обязательно обязательно На самом-то деле То есть Вообще То есть Ну нет Никаких противопоказаний На сегодняшний день Для того Чтобы работать В любой профессии Ну нет Я помню То есть Ну когда-то Мы В подобных Передачах Так скажем Дискутировали Там С бизнесменами О том Что я сразу Уволю Знаю И так и подобное Я говорила О том Что ну слушайте В конце концов Люди приходят На работу Работать А не спать Друг дружкой Вот Поэтому Вообще То есть Ну для чего И зачем Это все нужно Ну непонятно Вот Вернее То есть Ну это может быть Как-то То есть Ну понятно Но Фактически Это действительно Непонятно И люди Которые устраиваются На госслужбу На работу То есть Ну и Заставляют Завать анализ на ВИЧ Ну это вообще Непонятно На мой взгляд Это полный абсурд Вообще То есть Он не нужен То есть Ну и что Если там Не знаю У какого-то чиновника Высших рангов Там будет ВИЧ-инфекция Что такого в этом Не очень ясно И непонятно Никто на это Не сможет ответить Вот Поэтому я думаю Что В любом случае То есть Ну там Не во всех профессиях Необходима Профессия Это где То есть Ну это повара Да То есть Это воспитатели Детских садиков Медработники Ну медработники Да Обязательные И то У медработников Есть тоже То есть Ну там Своя То есть Шкала То есть Где-то нужно Где-то не нужно Вот Поэтому я Думаю Что на самом деле На сегодняшний день Нет проблем Таких И ну мало того Нет Ну нет Таких запросов Что людей Вольняли И вот именно То есть Ну исходя из ВИЧ-инфекции Дискриминировали Ну вот нет таких Если бы были такие случаи Мы бы вот То есть Ну Как организации Как правозащитники Людей живущих с ВИЧ Мы бы В любом случае То есть Ну подняли бы Какой-то скандал То есть Ну поддержали бы И Эти вопросы Мы также подняли бы На обсуждение В том числе и в СМИ Нет Людей не дискриминируют Конечно Ни в коем случае Просто Как сказал уже Альберт Определенные профессии Требования К здоровью Достаточно высокие В частности В правоохранительные органы Здоровье должно быть Как у космонавта Без всяких Там Каких-то побочных явлений Мало того Мы точно так же Вот учащиеся Проходят тестирование Да у нас На наркотике Мы тоже проходим Тестирование Причем мы проходим Его в внезапном режиме Пришли на работу По радио передали Такие-таки отделы Пошли И идем Понимаете Потому что понимаем Насколько высок риск Так и здесь И сдаем Мы проходим Медосмотры Периодически Потому что Риск Очень высок Вот и все Можно вам вопрос Задать Светлана Вот вы как Человек Непосредственно Которые связаны С этой темой Как вы считаете Какие необходимые Меры государство Должно предпринять Чтобы Снизилось Количество Заразающихся Этой болезнью Во-первых Нужно давать Всем Веченфицированному Лечению И нужно Не просто Давать лечение А готовить Людей То есть Люди должны Быть готовы То есть Они должны Быть привержены К лечению Понимаете Утром и вечером Пить лекарства Это не каждый Еще в голове Сработает Потому что Если он забывает Лекарства То у него возникает Естественно Лекарственная устойчивость К этим лекарствам И нужно принимать Уже начинать Другие препараты Поэтому Пережде чем Ему начинать Препараты Нужно Пить их Нужно Его подготовить Психологически Это первое Во-вторых Всем дискордантным парам Тоже назначать лечение И в-третьих Нужно Как можно больше И даже Наверное Это в первых Как можно больше До людей Доносить достоверную Правдивую Правильную информацию И что-то сделать Со спид-диссидентами В России Это очень течение Огромное То есть Люди Которые считают Что ВИЧ-инфекции нет Они приносят Огромный вред Обществу Потому что Даже вот в Татарстане Есть Ну то есть В этом году Несколько женщин Беременных Просто пришли К нам в спид-центр Написали Отказ от лечения Хотя они не употребляют Наркотики Ничего Они просто решили Что спида нет Не буду я ваши таблетки пить Они так говорят Пишут прям Такое заявление И есть семья В которой Двое ВИЧ-позитивных детей Просто потому что Мама игнорировала Прием препаратов Но к сожалению Такие ситуации происходят И это все течение Этих Ну то есть Влияние спид-диссидентов Вот эти четыре важных компонента Ну я думаю Может Альберт добавит Еще дополнительный Но доносить информацию Правдивую Достоверную Это очень важно Так вот Еще один компонент Все-таки Это тестирование Ну Люди боятся Сдавать тесты на ВИЧ Или боятся Или не хотят Говорят Ну вот как Светлана Где-то в Африке Да мне не надо У нас Знают Реально О своем статусе Треть населения России Вот Из вот этот миллион Почти миллион человек ВИЧ положительных Состоящих на учете Это из трети Населения России Которые знают А две трети Не знают Вот вы протестируете Две трети И там может быть И пять И десять миллионов Это реально Вот протестировать одно Еще очень важно Чтобы каждый мог Принимать лекарства Но чтобы каждый мог Принимать лекарства Нужно чтобы во-первых Лекарств было достаточно Это первое И во-вторых Чтобы каждый ВИЧ позитивный У него очень много У общества Очень много мифов По поводу этого лечения Что якобы от лечения Там Волосы выпадают Много побочных эффектов Еще что-то На самом деле Вот посмотрите Десять лет принимаю препараты Ну что во мне не так Да Если вот так Если по-честному И получается Что люди К сожалению Очень боятся Этого лечения И оттягивают момент И к сожалению Попадают уже В туберкулезные диспансеры Когда уже там Очень мало иммунных клеток Осталось Если бы человек Начал лечение Практически сразу Как ему сказали О том что ВИЧ-инфекция Он был готов к этому Тогда бы таких вещей Не происходило Это первое И второе Если он начинает Сразу лечение Вирусная нагрузка Его сразу То есть доходит До неопределяемого уровня И риск инфицирования Других партнеров Но если у него Допустим Постоянные партнеры Там что-то такое Произошло У него снижается До минимального уровня Ну что ж А Вик Насколько я знаю У тебя На страничке была Интересная информация Ты можешь о ней рассказать Да конечно И не только у меня У Светланы На самом деле Ты увидела Была такая акция Обними Подержи меня У меня ВИЧ Да И я хочу Чтобы наш программ Закончился На такой хорошей ноте Все кто хочет Давайте подойдем И обнимем наших гостей Сейчас подойдем Я буду Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ну, друзья, на такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за внимание, большое спасибо нашим гостям. Мы тоже вместе с вами, друзья. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Увидимся. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»